Всем добрый день, спасибо, что пришли. Сегодня я вам расскажу о том, почему кризис на самом деле для многих компаний наступил намного раньше, и почему многие компании не замечают этого до того момента, до той ситуации, когда изменить что-то уже слишком поздно. Презентация моя так и называется. Кризис наступил уже давно, Customer Requisition Cost намного больше, чем ваш Lifetime Value. Я думаю, что многие вас уже слышали о том, что есть две такие характеристики, два таких показателя, Customer Requisition Cost и LTV. Сегодня более подробно расскажу, почему вам стоит обращать на них внимание, почему ваш бизнес может быть под угрозой, если вы их не считаете, и в принципе, какие существуют классические ошибки для предпринимателей, когда вы не высчитываете стоимость привлечения вашего клиента и особенно не задумаетесь над тем, сколько времени клиенты живут с вами и какую сумму денег они приносят вам за время жизни в вашем магазине. Содержание презентации следующее. Почему бизнес умирает в кризис, будет общее введение. После этого мы говорим подробнее о ситуациях, когда Customer Requisition Cost больше, чем LTV. Дальше поговорим, почему Customer Requisition Cost, как правило, достаточно большой, хотя вы об этом можете не знать либо не чувствовать, и почему у ваших бизнесов часто может быть LTV низкий. Итак, поехали. Это самый сложный слайд моей презентации. Что он показывает? Он показывает вам, что в принципе у любого бизнеса существует три отчета, по которым оценивается финансовая эффективность. Это P&L, кэшфлоу, есть еще balance sheet, но мы здесь о нем не говорим. Я думаю, что для большинства предпринимателей не существует значимой разницы между двумя этими финансовыми инструментами, между двумя этими финансовыми отчетами. И это очень плохо. Почему я сейчас расскажу. Итак, P&L – это отчет об доходах и расходах, о прибылях и убытках. Что он вам показывает? Его структура очень простая. В самом верху мы ввешаем количество денег, которые мы заработали, ваши так называемые продажи. Вычитаем себестоимость и получаем валовую прибыль. От нее мы вычитаем все накладные расходы, которые у вас происходят в процессе обслуживания. Административные расходы, реализация, то есть продажи и маркетинг, амортизация. И мы получаем некое число, с которым уже там можно более-менее работать, так называемая EBITDA. Прибыль от основной деятельности. Вычитаем от нее налоги, получили чистую прибыль. Пока все просто и понятно. Мы видим, что с 10 тысяч дохода мы получили 2 тысячи прибыли. Это те деньги, которые могут у вас остаться, которые вы можете положить себе на счет. Первое, на что я хочу обратить ваше внимание, помните, вы продажи на банковский счет положить не можете, только прибыль. Поэтому всегда высчитывайте реальную прибыль, которую вы получили. Важным элементом этого отчета является то, что здесь вы соотносите ваши доходы и расходы. То есть расходы привязываются к тому периоду, вернее доходы привязываются к тому периоду времени, когда были понесены расходы. Чего нет в кэшфлоу. Большинство предпринимателей работают через отчет кэшфлоу, то есть отчет о движении денежных средств. В нем логика совсем другая. Есть какая-то сумма денег на начало периода. Добавляем туда прибыль, добавляем туда амортизационные расходы, потому что это те деньги, которые на самом деле не тратятся. Это требования бухгалтерии. А дальше есть интересные нюансы. Дело в том, что в вашем бизнесе получается так, либо вы кредитуете, либо вас кредитуют. То есть когда вам клиенты делают предоплату, они кредитуют вас. Когда поставщики вам говорят, вы можете сделать постоплату, они кредитуют вас. Точно так же и вы кредитуете и клиентов, и поставщиков. Иногда вы клиенту отгрозили услугу, либо продали товар, а говорите о том, что он может взять и оплатить эту услугу позже. Точно так же и с поставщиками. И из-за этого у вас получается, может сложиться такая ситуация, которая называется кассовый разрыв. Он может быть как плюсовой, так и минусовой. Если он для вас плюсовой, то это говорит о том, что вас кредитуют больше, чем на ту сумму, которую вы кредитуете других. Для вас это хорошо. Хорошо. Смотрите, вот из этого отчета. За месяц, за январь компания заработала 2000 гривен. Но за счет кредитования на самом деле у нее на счетах осталось 5500 гривен. А вот в следующем месяце из-за того, что вас начали кредитовать меньше, а вы начали кредитовать ваших партнеров и клиентов больше, у вас сумма очень сильно сократилась. То есть если говорить про отчет о прибылях и убытках, то вы уже в минусе. А если говорить об отчете по движению денежных средств, у вас есть еще какие-то деньги. Это вот та первая проблема, о которой я вам хочу сказать. Считайте и прибыль, и считайте отдельно отчет по движению денежных средств. Потому что если вы будете опираться только на отчет по движению денежных средств, то он будет маскировать ваши убытки. Дальше все будет несколько проще. Итак, допустим, вы занимаетесь просто онлайн-маркетингом, и тем не менее хотите делать нечто важное для компании. Не просто, не знаю, тратить деньги на рекламу, либо проводить какие-то крутые распродажи, а именно обеспечивать компании долгосрочный рост. Для этого вам очень важно привлекать клиентов по цене меньше, чем та сумма денег, которую они вам принесут. Если у вас получается вот так, как сейчас на слайде, вы привлекаете клиента за сумму денег большую, чем клиент вам приносит за свое время жизни, то ваш бизнес обречен на неудачу. До тех пор, пока экономика будет в хороших условиях, например, идет интенсивный рост, как это было до 2008 года, вы за счет кассовых разрывов, когда вас кредитуют больше, чем вы, можете выживать. Но как только экономические условия станут тяжелыми, ваш бизнес умрет буквально через несколько месяцев. Потому что все потребуют деньги по предоплате, вы будете покупать клиентов дороже, чем они вам приносят денег, и вы уйдете в минус. Поработайте немножко в минусе и закроетесь. Первый слайд. Итак, почему Customer Requisition Cost может быть больше, чем LTV? Смотрите, что означает этот слайд? По горизонтали у нас есть ось времени, по вертикали ось денег. Вы инвестируете вначале какую-то сумму денег в клиента. Если вдруг вы, не знаю, ваш онлайн-маркетолог, либо там директор говорит о том, что давайте-ка мы заинвестируем больше средств, будем покупать клиентов дороже, какие это может иметь негативные последствия. Во-первых, мы видим, что вот кейс, когда мы тратим больше денег, он пунктирной линией показан. Во-первых, нам нужны дополнительные оборотные средства для того, чтобы купить этих клиентов, потому что каждый клиент стоит дороже. Это первая неприятность. Но вторая неприятность заключается в том, что так как вы тратите на клиента больше, а он покупает в принципе по своей необходимости товары, то ему для того, чтобы окупиться, вам для того, чтобы окупить затраты на него, требуется уже больше времени. Соответственно, ваш клиент выходит в точку безубыточности для вас уже позже. Это означает, что вам нужно в это время где-то перекредитоваться. Если у вас такой возможности нет, не инвестируйте в дорогих клиентов, если вы не можете быстро вернуть с них денег. Иначе это загонит вашу компанию в минус. Второй кейс. Допустим, затраты остались на том же уровне. Вы привлекаете клиентов по стоимости, как и раньше. Но ваш маркетолог, либо директор говорит, а давай мы возьмем вот другой канал. Представьте себе ситуацию. Например, с одного канала вы можете получить клиентов, допустим, за сумму в 10 тысяч гивен. С другого канала вы тоже можете получить клиентов за сумму 10 тысяч гивен. С точки зрения объема денег, которые вы потратили, сумма одна и та же. Только в одном случае вы получили больше клиентов, в другом меньше. Не всегда ориентация на такие показатели, как стоимость клика, либо стоимость просмотра, либо даже стоимость регистрации обеспечит вам, не является правильным решением. Вы можете покупать более дешевые клики, более дешевые регистрации, но к чему это может в итоге привести? Вы потратили некую сумму денег, но из этой суммы денег вы получите клиентов менее доходных. Что мы видим на рисунке? Пунктирная линия. Эти клиенты покупают медленнее, либо более дешевые товары. В таком случае, опять-таки, вы выйдете в точку безубыточности позже, вам надо перекредитовываться. Более того, второй очень негативный момент. Если вы покупаете клиентов низкодоходных, которые реагируют только на скидки, либо покупают очень недорогие товары, то у вас возникает следующая дилемма. Эти клиенты покупают маленькими порциями, либо на большие суммы. Соответственно, вложив в него даже ту сумму, что вы вкладывали раньше, она не будет уже перекрывать тех расходов, которые вы понесли на клиента. И вы опять-таки попадете в минус. У вас сократится объем свободных средств, и вам надо будет где-то перекредитовываться. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что играться со скидками или же рассчитывать на то, что вы купили клиента, даже если не очень дорого, а он в силу какой-то волшебной мифической лояльности будет у вас покупать и будет покупать достаточно продолжительное время, не является правильным. Старайтесь трезво оценивать каждого клиента вашей компании. Может он приносить нужный вам объем денег или нет. Если он не может приносить нужный объем денег, не покупайте его за эту стоимость, либо ищите каналы, в которых вы можете их купить дешевле. Третья ситуация возможная. Допустим, опять-таки, объем средств, которые вы потратили на клиента, остается тот же. Но меняется экономическая ситуация. Либо клиенты понимают, что сейчас эта услуга ваша или товар стоит необоснованно дорого, либо вы решили соптимизировать свои расходы на обслуживание. И клиенты понимают, что при таком качестве обслуживания они уже с вами нужный объем времени оставаться не будут. Соответственно, они уходят раньше. И получается, что хотя затраты остались на том же уровне, клиенты вам начали уже за время своей жизни приносить меньше. У вас опять дисбаланс. Вам опять нужно перекредитовываться. Фактически, то, о чем я сейчас говорю, вот эти три кейса, они показывают вам, насколько важно, чтобы у вас был действительно правильный баланс. Золотое, так называемое, правило соотношения customer acquisition cost и LTV должно быть таким. Ваш lifetime value на одного клиента должен быть как минимум в три раза больше, чем стоимость денег, которые вы потратили на его привлечение. Почему? Потому что все клиенты, хотя и ведут себя более-менее предсказуемо, тем не менее у них разные клиенты, привлеченные в разное время, ведут себя по-разному. Поэтому для того, чтобы в тяжелые времена, когда клиент меняет свой паттерн поведения и покупает не так, как раньше, вы смогли выжить и не перекредитовывались, у вас эта разница должна быть достаточно большой. Собственно говоря, давайте потихонечку резюмировать. Итак, почему в вашем бизнесе стоимость привлечения клиента, ваш customer acquisition cost может быть достаточно большой? Во-первых, потому что вы его не считаете. Еще раз хочу подчеркнуть, что перестаньте считать стоимость клика, стоимость просмотра. Это не финальная метрика. Финальная метрика – это та стоимость, которую вы потратили, чтобы клиент сделал свою первую покупку. Ваш customer acquisition cost. Если вы этого не считаете, то вы можете принимать неверные решения. Второе. Вы пытаетесь скитрить, упростить для себя расчеты и высчитываете усредненную стоимость привлечения клиента на всех каналах. То есть вы не разбиваете ваши затраты поканально для того, чтобы понять. Из канала А я привлек, например, 10 клиентов, из канала Б я привлек 15 клиентов. Стоимости у меня там разные, поэтому я посчитал стоимость привлечения для каждого канала. Если вы возьмете, просуммируете просто все суммы, потраченные на клиентов и разделите на общее количество клиентов, вы получите среднюю температуру по больнице. Эта метрика вам ничего не скажет. Таким образом, вы никогда не будете знать, где вы покупаете дешевых клиентов, а где дорогих. Поэтому разносите очень скрупулезно свои расходы по каналам, следите за тем, сколько с каждого канала пришло клиентов и считайте реальную стоимость клиента в каждом канале. Это может вас спасти в дальнейшем от перекредитования, потому что в тяжелые времена, когда экономика на спаде, как, например, сейчас, перекредитоваться вы не сможете. Ваши партнеры будут требовать от вас денег наперед и количество предоплат от клиентов тоже будет стремиться к нулю. Поэтому думайте об этом заранее. Старайтесь переучить работать с клиентами, которые стоят вам дешевле. Ну и последний момент, который очень сильно влияет на стоимость привлечения клиентов – это скидки. В последнее время очень интенсивно многими онлайн-бизнесами используются скидки. Возникает вопрос, скидка хорошо это или плохо? Скидка может быть хорошо, если вы знаете, кому вы ее даете. Раздавать скидки всем подряд – это катастрофа для бизнеса. Почему? Потому что немалая часть клиентов сделает покупку самостоятельно. И для таких клиентов, раздавая с каждым промо скидку, вы убиваете в них желание платить полную стоимость. Пройдет какой-то период времени, они привыкнут к этому и платить полную стоимость уже не будут. С другой стороны, есть клиенты, которые действительно не готовы сделать очередную покупку. Для таких клиентов скидка может быть решающим моментом для того, чтобы сделать следующую покупку. Вы таких клиентов должны вычленять. На самом деле схема здесь очень простая. Если поработаете со своим программистом, то достаточно несложными расчетами вы сможете вычислить среднее время, например, или медиану, медиана лучше, между каждой покупкой, которую совершали все ваши клиенты совокупно. И у вас получится некое пороговое число. Например, от первой до второй покупки проходит 20 дней. Это означает, что пока не прошло 20 дней, скидку давать не следует, потому что иначе ваши клиенты привыкнут к ним и не будут покупать без скидок. После 20 дней уже можно тем клиентам, которые не купили, эту скидочку дать. И тогда вы соптимизируете свои расходы на клиентов. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос опять-таки с другой стороны. Окей, если у нас все достаточно хорошо с точки зрения привлечения, мы покупаем клиентов недорого. Что же с нашими клиентами? Как долго они с нами живут? Сколько денег они нам приносят? Об этом бизнес часто не задумывается, думая о том, что клиент он такой, если он вас выбрал, то он с вами навсегда. Это неправда. У любого бизнеса клиенты живут с вами какой-то промежуток времени, а потом отваливаются. Так называемый происходит чарн, отток. И чем больше времени проходит, тем больше клиентов отваливается. Именно поэтому для того, чтобы ваш бизнес рос, вам нужно регулярно привлекать новых клиентов с одной стороны, а с другой стороны удерживать старых. Так вот, первое, почему может быть низкий ЛТВ? Опять-таки, заходим с другой стороны. Вы покупаете низкодоходных клиентов. Проанализируйте своих клиентов. Если у вас есть клиенты, которые покупают там товар, условно говоря, за 20 гривен раз или два, потому что, или он там ждет только скидочку, в то время как вы на его привлечение тратите 100 или 200 гривен, лучше откажитесь от таких клиентов. Поверьте, фактически у любого бизнеса от 10 до 20 процентов клиентов, которые он обслуживает, это убыточные клиенты. Поэтому, если вы вошли в фазу кризиса и вы думаете, как бы вам выровнять ваши финансовые потоки, проанализируйте убыточных клиентов и перестаньте их обслуживать. Да, ваши обороты уменьшатся, но при этом ваша рентабельность поправится, либо даже вырасти. То есть вы сможете генерировать, восстановить генерацию прибыли. Второе. Вы не помогаете клиентам сделать повторную покупку. Это действительно очень важный момент, на котором спотыкается большинство и коммерсов. Поверьте, конверсия – это еще не все. Когда вы сделали первую конверсию, ваш потенциальный клиент сделал покупку, вы радуетесь и думаете, ну все, все в ажуре, дальше все у меня будет работать как часы, клиент будет дальше переходить, я буду слать ему какие-то рассылки или не буду слать рассылки, он просто будет приходить и покупать. Ничего такого не произойдет. Все клиенты по своей сути инертные. Если вы не делаете пуши, они покупать не будут. Соответственно, ваша задача – очень точно отслеживать клиентов, которые сделали первую покупку и через какой-то промежуток времени, как минимум, поинтересоваться, все ли их устроило по обслуживанию, по процессингу первой покупки, а во-вторых, сделать им оффер на вторую покупку. Потому что, чтобы вы понимали, статистика такова. В среднем от 40 до 60% клиентов в онлайн-бизнесах, которые я встречал, средняя статистика такая. От 40 до 60% клиентов в вашей базе – это one-time buyer. Они пришли, сделали одну покупку и ушли. А теперь подумайте, если вы за них еще заплатили дорого, а он сделал одну покупку и ушел. Конечно, там нет никакой экономики. Такие клиенты убивают ваш бизнес. Поэтому старайтесь максимальное количество протянуть клиентов на вторую, на третью покупку. То есть это должна быть ваша следующая задача после того, как вы привлекли клиента. Помните, клиенты сами по себе не покупают. Третье. Вы даете скидки на повторные покупки. Немного я уже об этом говорил. Опять-таки, есть клиенты достаточно хорошие, которые точно знают, чего хотят. Например, ваш магазин продает, может быть, не по самым дешевым ценам, но у вас достаточно хорошее обслуживание, удобный личный кабинет, либо там есть удобные способы оплаты, которые нужны этому клиенту. Отлично. Находите таких клиентов и перестаньте давать им скидки. Они готовы заплатить полную стоимость. Зачем вы лишаете себя своей маржи? Особенно в такое трудное время. Не лишайте себя своей маржи. Помните, вычленяете только тех клиентов, которые не сделали покупку в нужное время. Остальные купят сами. Поэтому это важный момент для того, чтобы повышать доходность на клиенты. И последнее. Практически в Украине 95% проектов не занимаются удержанием клиентов как таковых. Что такое удержание? Вы для себя должны определить некого порога значения. Хорошо, конечно, когда у вас есть аналитик, который может вывести его более точно. Но ориентировочно могу вам сказать так. Правило большого пальца. Если у вас клиент не покупал 180 дней, мы говорим об онлайн бизнесе, то не считая, конечно, туристического бизнеса, где покупки могут быть цикличностью в год. То есть раз в год люди покупают себе путевочку и едут. Если клиент не покупал 180 дней, то есть большая вероятность, что клиент начинает скатываться вниз. Его уже не интересует ваш бизнес. И для вас очень важно таких клиентов из базы вычленять и работать с ними. Потому что если вы с ними не отработаете, он найдет альтернативу вашему магазину, и больше вы его не увидите. Если при этом вы его купили задорого, вы опять-таки попадете в ситуацию, когда вы потратили на него больше, чем он вам принес денег. С другой стороны, могу вам сказать, что не всех клиентов, которых вы будете пытаться вернуть, вам удастся вернуть. Но тех, кого вы вернете, могут существенно помочь вам решить ваш вопрос по формированию некого объема продаж в вашем магазине. Потому что существует замечательное, опять-таки, эмпирическое правило. Принцип Парета. 20 на 80. 20% клиентов дают 80% продаж, либо 80% прибыли. По-разному эта схема работает. Иногда это не 20-80, а 10-90 или 15-85. Но суть остается той же. Есть высокодоходные клиенты. Если вы не будете наблюдать за такими клиентами и в нужный момент, когда вы смотрите, что этот клиент отлично покупал, хороший чек, но в какой-то момент перестал покупать, и вы через какой-то промежуток времени не отловили его и не начали с ним работать, через звонок, или вначале можно просто напомнить о себе, e-mail, о том, что мы соскучились по вам, придите, у нас есть новые товары, либо сделать какой-то оффер, в конце концов набрать его, то раньше или позже ваша база будет вымываться. По-моему, исходя из моего опыта в тех онлайн-проектах, в которых я работал, я могу вам сказать, если вы не будете заниматься привлечением новых клиентов, то приблизительно через 3-4 года ваша база полностью обновится, обнулится. То есть фактически все старые клиенты уйдут и бизнес можно будет закрывать. Поэтому работать с удержанием крайне важно. у меня все. Задавайте вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова